Зима. Лёд. От этих слов вздрагивает душа любого зимнего рыболова. Ведь период твёрдой воды в наших широтах несправедливо мал. Поэтому от каждого выхода на лёд мы ждём клёва как на чёрных камнях. Но такой клёв обычно бывает вчера и завтра. А в день рыбалки зачастую рыба клевать отказывается. Вот именно о том, что делать в такой ситуации и как не оставить друзей безароматной окунёвой юшки и пойдёт речь в сегодняшней передаче. Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами передача «На рыбалке с дядей Фёдором» и я её ведущий Фёдор Андрюсенко. Сегодня мы будем ловить окуня на безнасадочную мормышку на головах. Что главное на окуня – это найти место его стоянки. А места его стоянки обычно соответствуют так называемым пупкам, то есть каким-то перепадам более мелким местам водоёма. Сейчас несколько лунок проверим и поймём, где у нас идёт свал, где у нас идёт отмель. Следующее, что мы будем подбирать – это будем подбирать игру и мормышку, потому что окунь стал балованный. Всё-таки у нас середина января. Активности у рыбы уже особой нет, несмотря на то, что сегодня у нас даже около нуля. Хорошо, когда перволёдок, когда какую мормышку окуню не дай, на любую проводку он всегда клюёт, всегда активен. Но похоже, что сегодня у нас будет муторная рыбалка, когда надо делать на каждой лунке много проводок, пытаться раздраконить рыбу, потому что я знаю это место и знаю, что рыба здесь есть. И надо просто заставить её клюнуть. Высокочастотная проводка нам ничего не дала, попробуем медленную. Медленная тоже пока ничего не даёт. Значит, будем искать. Будем искать, пробовать и подбирать. Мормышки, проводки и глубины. Вообще, больше трёх проводок обычно по активной рыбе я не делаю на лунке. Если три проводки окунь не отзывается, то сразу меняю лунку. Но сегодня попробуем подольше его помучить, потому что вчера у нас шёл дождь. Сегодня давление растёт. После новогодних праздников, возможно, у окуня болит голова. Как-то надо его заставить клюнуть, а он этого не хочет явно. Ну и упираться дольше пяти-семи-десяти проводок, это просто бессмысленно. Идём дальше. В этой лунке у нас помельче. Значит, сюда идёт выход. Часто на окунях 10 сантиметров глубины перепад. Казалось бы, ну что такое 10 сантиметров глубины? Вообще ничего. Но, судя по всему, это моё такое мнение, что, возможно, вот эти более мелкие места, они свободны от ила. Возможно, на них есть ракушка, дрессена. Поэтому, возможно, вот эти перепады, более мелкие, его и привлекают. Вообще, ловля на головы – это постоянный поиск рыбы, конечно. Потому что мы не прикармливаем рыбу, мы находим активную рыбу и пытаемся снять ту рыбу, которая в данный момент хочет клюнуть. Что вообще главное в безнасадочной ловле? Вот многие ловят на мотыля, но у нас в районе Киева очень часто, особенно на заливах Днепра, на протоках Днепра, более крупный окунь всегда реагирует на безнасадочную мормышку. А если одеваешь мотыля, то начинают клевать такие мизинчики, полосатики, матросики. Поэтому на голову удаётся укрупнить рыбу очень часто. И не бойтесь, не бойтесь ловить без мотыля. Просто поверьте, что без мотыля рыба тоже клюёт. И всё, что надо – это сделать абсолютно одинаковую, идентичную проводку. Вот в одном цикле, в подъёме снизу до верху, у вас кивок должен играть одинаково. Это может быть медленная проводка, быстрая, очень быстрая. Самое важное, чтобы она была просто с одной частотой снизу до верху. Вот сделаем быструю проводку, так называемую зубодробильную. Не знаю, как там прыгает при этом мормышка, но окунь часто на такое тоже ведётся, особенно по первому льду. Страшно сегодня. Теперь делаем медленную проводку. Плавную, маленькую, размеренную. Играть можно на голову с любой частотой, с любой амплитудой. Одинаково, всё, что надо нам. Ну, к сожалению, в этой лунке тоже нас никто не радует. О чём это может говорить? Либо рыба здесь отсутствует, либо она не голодная. А значит, будем искать дальше. Никто не ответил нам. Не будем её мучить. Идём дальше. Как-то сегодня рыба абсолютно не активна. Что-то с ней происходит неправильное. Пробую разные проводки, пробую разные мормышки. Но пока ключик так и не подобрал. Сейчас ловлю на так называемую лисотку. Это вольфрамовая проволочка, намотанная на крючок. Уже поставил рыженькую, такой самый нейтральный цвет, который, ну, обычно по вялой рыбе работает. Но пока особого азарта у рыбы нет. До этого что пробовал уже? Пробовал тандем. Тандем это та же самая лисотка, да, только с догонялкой. Такая в виде мотылька сделанный крючочек. Пластификатор какой-то намотанный на крючок. Очень часто он работает, очень часто заводит рыбу. Но бывает такое, что когда рыба вялая, наоборот, сбивает. Вот, вроде как должно лучше быть, да, становится хуже. Попробовал, не работает. Хорошо, отставили в сторону. Попробовал банан яркий, яркую такую активную насадку, приманку, которая по активной рыбе. Тоже с догонялкой испаянного муравья. Но тоже отдачи не дало. Поэтому пока перебираем, как бы, знаете, как у женщины, когда нечего одеть и в шкафу места нет. Вот так примерно мормышек куча, но подобрать нужную пока не получается. Либо просто рыба настолько неактивна, либо просто будем искать и таки что-то найдем. Будем дальше упражняться. Какие удочки я использую при ловле на голову? Ну, мне больше всего нравятся балалайки. Аккуратненькие, маленькие, удобные. Самые лучшие, конечно, это пенопластовые, легкие. Когда снег на льду, он не проваливается, удочка после подсечки. В снег, в кашу. Ну, это вот самые дешевые, самые простые, пластиковые. 15-20 гривен и масса удовольствия. Главное, чтобы был фрикцион. Вот эта вот затяжка катушечки, чтобы она плавно могла отдавать леску. В случае поклевки крупной рыбы, никогда не затягивайте фрикцион плотно. Пусть всегда он будет маленько отпущенный. Лучше пальцем придерживать, вот как я, вот так пальцем придерживать катушку. На некрупной рыбе этого достаточно для подсечки. А если будет рыба крупная, то она спокойно будет свободно забирать леску. Ну, удильник, по сути, можно использовать любой. Здесь нет какой-то принципиального. Люди ловят на головы и с электроудочками, которые не надо телепать рукой. Просто вы поднимаете, а кивок сам дергается. Но это уже каждый выбирает, кто как хочет. Кивки. Я использую кивки из пружины часовой. Вот что-то понюхало у нас вроде как, но очень неактивная рыба, конечно, сегодня. Почему из часовой пружины? Ну, во-первых, я к этому привык. Во-вторых, есть большой плюс у них. Ветреную... Ну, вот нюхает, но никак. То есть только нюхает рыба. Ветреную погоду он позволяет работать. Лавсановые кивки, которые сейчас очень распространены, тоже можно ими ловить и успешно люди ловят. Но когда сильный ветер, конечно, лавсановый кивок начинает очень сильно порусить и избивает игру. А в ловле на голову очень важно, чтобы игра была стабильной. Любой сбой проводки и теряет интерес рыбам. А при таком клеве, как сегодня, когда интереса у нее в принципе нет, это вообще тяжело. Ну, благо сегодня ветра нет, можно использовать что угодно. Много продается кивков сейчас, китайских всяких, в которых вот здесь вот на конце стоит большая-большая петля такая, крупная, или пластиковые всякие шарики надеты. На ловлю на голову не подходит, потому что если у вас кончик кивка перегружен, то, ну, высокочастотную игру задать будет очень тяжело. То есть самое правильное, это либо ровная пружинка, либо сточенная к концу пружинка. Тогда вы можете задать и плавную игру, вот такую, скажем. И высокочастотную игру, то есть можно варьировать проводками. Вот для этого должен служить нам кивок. Ловсановые кивки, как правило, дают более такую резкую игру. Если особенно короткие, как спортивные кивки, то мормышка так, ну, резко передается игра. Более длинные ловсановые кивки тоже существуют, и вот их для ловли на голову можно использовать уже. Ну, что-то нюхала-нюхала рыбка, но так и не отозвалась у нас она. Вот, видите, на высокочастотную таки удалось уговорить. И неплохой окунь, но вы видели, как он клевал. Еле-еле-еле. То есть, вот такой окунишка. Вот 10 проводок надо было сделать, чтобы заставить его поверить, что это все-таки что-то съедобное, и съесть. Ну, видите, все по-честному, никаких мотылей у нас нет. Ну, будем пробовать, может он здесь не один в этой лунке жил. О чем говорит вот такая реакция рыбы? О том, что кушать она сегодня не хочет, к сожалению. Когда окунь активный, то, как правило, поклевки следует сразу. Вы только опустили, первая, вторая проводка, уже есть поклевки, есть реакция рыбы. Сегодня реакция рыбы проявляется, я это называю, понюхал мормышку. Это не поклевка, это какой-то сбой в игре, такой на грани ощущений. Нет никакого, прогиба, подброса кивка, просто сбой игры. Вот, ну, на это надо следить, и при такой вот, ну, вялой рыбе, стоит на этой лунке чуть-чуть посидеть, чуть-чуть ее подраконить. Поменять проводки, медленная, быстрая. Вот, видели же, да, здесь сработала у нас смена проводки, сейчас попробуем очень высокочастотную. Не знаю, как там мормышка прыгает, я весь прыгаю, очки с носа слетают. Страшно ему, наверное, там. А теперь сделаем плавную, плавную, плавную после быстрой. Плавная тоже никого не соблазнила. Ну, я сомневаюсь, что окунь, конечно, здесь был один. Хотя все может быть, может быть, это он у нас сначала нюхал, потом таки соблазнился. На этой луночке у нас погло уже чуть-чуть. Возможно, он сегодня у нас стоит не на самых мелких местах, а на маленьких свалах. Будем пробовать. Да, что хочу сказать еще о лесках. Ну, спортсмены, наверное, зимние сейчас будут смеяться, но я не использую тонкие лески при ловле на голову. Очень часто попадается крупный окунь все-таки. И поэтому, ну, 0,09 это минимальная леска, которую я использую. Раньше, пока не пошел фидерный спорт, вообще чудно ловил на 0,12 леску. И что такое обрывы и длительное вываживание рыбы, просто не знал. Вот, поэтому не стоит мельчить. 0,1, я думаю, 0,1-0,11 будет оптимальная. Главное в леске, чтобы она была свежая и диаметр был честный. Потому что очень многие производители сейчас пишут на упаковке, что это 0,1. Но если взять микрометр, это окажется 0,12. Поэтому здесь на голову все-таки мы ловим не на больших глубинах. Одной упаковки на 50 метров лески хватит на 3 удочки намотать на сезон. Но на следующий сезон просто меняйте леску на свежую. Ну, никто не хочет у нас клевать в этой лунке. Я соглашусь, конечно, что на тонкую леску поклевок, наверное, будет больше. Но когда вы обрываете мормышки, а как правило всегда мормышка, на которую сегодня клюет, их всегда не хватает. Ну, это очень печально, терять трофеи. И приловлена голова. Вот у нас поклевочка, а вот у нас и рыбка. А вот у нас неплохой окунек. Соблазнился такой. Темненький. Ох, какая пиявочка. Видите, обычно окуня едят пиявок, а сейчас пиявки едят окуней. Ну, вот это лишний раз подтверждает, что рыба у нас не активна абсолютно. И она просто лежит на дне. Вот пиявка соскочила с окуня с наездника. Что при ловле на голову? Вот когда рыба активизируется, нельзя терять этот темп. То есть надо достаточно быстро вынимать, не ложить мормышку на дно никогда. Потому что даже активная рыба, вот вы ловите рыбу на голову. Поймали несколько, опустили мормышку в лунку и отошли. Все, окуни, я не знаю, как они это понимают, но они видят, что это не двигается. И, как правило, в этой лунке уже поклевок не будет. Ах ты! Вот еще была поклевочка. Значит, он здесь еще есть. Но на мотыля сегодня народ ловит только матросиков с палец. Ну и мы поймали что-то маленькое. Вот такой довесок к нам пришел. Ну, особо за крупника мы это не считаем. Но хоть как-то получается с рыбой вести диалог, это уже радует. Будем собирать рыбу вокруг этой лунки. Это самая продуктивная лунка. С нее пойман один окунь и еще один маленький окунь. И еще была одна поклевка. По сегодняшнему дню это просто сел на рыбу. Окунь в пиявках. Один из явных признаков неактивной рыбы. Значит, лежит на дне и не двигается. Поведение рыбаков на льду тоже может многое сказать о настроении рыбы. При хорошем клеве все упорно сидят на своих местах и лоят. Или активно перемещаются в сторону ловящих собратьев. Сегодня же на льду наблюдается унылое броуновское движение. Небере. Мабудь давление. Утром дождь и оттепель, а к обеду яркое солнце и резко холодает. Что тут удивительного, что у рыбы болит голова. Бывает. Вот очень часто люди, которые начинают ловить на голову, думают, что надо очень-очень-очень быстро играть мормышкой, только тогда клюет. Но вот сегодня как раз тот день, когда плавная такая игра, даже не всегда на мотыля так медленно играют. Она вызывает только у рыбки какую-то ответную реакцию. Поэтому не бойтесь экспериментировать с проводкой с частотой, с амплитудой. По последнему льду очень часто окунь клюет на самую-самую медленную, еле-еле шевелишь мормышкой. И самая крупная окуня вот на такую проводку по последнему льду отвечает. Ну нет, первая луночка у нас пустая. Дальше не упражняемся, просто пробуем вокруг. Дальше не упражняемся, просто пробуем. Дальше не упражняемся, просто пробуем. вот уговорили мы такого окуня красивого хорошего с какой-то 158 проводки он таки клюнул такой окуняра у нас по сегодняшним меркам горбатый вот опять не не особо правильная ситуация когда с одной лунки ловится и порядочная рыба и ловятся явные матросы все-таки окунь как правило стоит по размеру если уже крупный то мелочь не держится в этом месте как-то они разделяются но вот по сегодняшней непонятной реакции рыбы на погоду или на нас или на все вместе вот с одной лунки начали с матросов потом нормально теперь вот опять нечто непонятное полосатые опять в пиявке насколько же можно пиявки просто я все понял пиявки высосали всего нашего окуня вот вот за что люблю рыбалку что на рыбалке всегда есть масса причин которыми можно оправдать плохой клев давление женщина с пустым ведром черные кошки магнитные бури теперь еще пиявки добавим список вот смотрите какой крупничок самое интересное что вокруг я проверил наверное десяток лунок вроде все точно такое же в них но у них не было ни одной поклевки вот какая-то волшебная рыба лунка в которой рыбка активизировалась и пока она реагирует будем пытаться и здесь поддерживать интерес к нашей мормышки но сразу хочу сказать это не типичная ненормальная ловля на голову когда вот так вот все происходит обычно с одной лунки ловишь 234 рыбки потом лунка заканчивает работать переходишь метр-два в сторону и продолжаешь ловить сегодня это не работает абсолютно у нас вот вот что в этой лунки здесь нет никакого перепада глубины здесь все точно так же как вокруг но рыба реагирует но раз реагирует будем ловить вот еще кто-то дюбнул вот еще полосатик плывет к нам отливал как взрослый ну вот вот перед этим была рыба которая бородой бодалась этот заглотил мормышку бедолага просто как будто это какая-то рыба которую он съесть хотел очень сильно и и и и да крупняк пошел все та же лунка вокруг все избурили все проверили никто как не жил так и не живет вот как они сюда к этой лунки по пластуновский пролазят под маленький но есть но загадочная заколдованная лунка какая-то пробуем но весь день на одной лунке мы сидеть не можем я просто морально это не приемлю значит надо найти еще такую лунку это лишний раз говорит что сегодня рыба неадекватно и длительные праздники влияют так наверно нет кроме одного матроса и это лунка нам ничего больше не принесла рыбка вот окунь который обычно вообще индифферентно относится к буру пешне обвинению сегодня у него настолько погодка притрусила что он даже на шум просто ходьбы вот лед хрустит и он перестает реагировать как-то закрывает рот тихонечко ходим по старым лункам проверяем ну вот наша съемочная бригада ребят пришла похрустела и рыбка опять рот закрыл страшно просто вот чего обожаю в рыбалке это логику когда ты понимаешь что ага с этой лунки окунь клюет мы его ловим здесь дали по зубам или просто закончилась активная рыба сверлим дальше находим глубину на которой он стоит есть какое-то понимание видите опять пустая просто тычок носиком а сегодняшняя рыбалка не дает никакого понимания потому что нет привязки глубине он то на более мелком лунка причем мельче там на 30 сантиметров клюет то наоборот в более глубоком месте клюет не свал не вокруг лунки ничего ну ничего не помогает просто вот кто-то таки соблазнился зеленый полосатый монстр растопыр красивенький чего ты так плохо сегодня ведешь себя расскажи нам не хочет нам говорить ну ладно будем так сами догадываться вот догонял к сегодня распугивал его полностью то есть когда две приманочки бегает ему вообще становится страшно только одна только темный цвет как только солнце вышло все светлые тона вообще не привлекают его никак давайте смену проводки может быть еще как-то да сработало видите есть то есть рыба есть рыба есть рыба стоит за самый кончик вот опять нюхнул но неудачно нюхнул в данном случае то есть рыба под нами есть но очень тяжело ее заставить клюнуть ну что же подведем итоги сегодняшнего далеко не клевого дня рыбу в отличие от многих присутствующих на льду рыбаков мы все же поймали а поэтому можем обобщить некоторые аспекты которые нам в этом помогли и и так если вы оказались на водоеме в период без клеве готовьтесь к максимально активному поиску клевых лунок их может быть всего 3-4 за весь день но именно они сделают вашу рыбалку лишний шум на льду в такие дни может свести на нет все ваши усилия поэтому если есть такая возможность начинайте ловлю со старых лунок не используя при этом бур или пешню облавливать лунки следует дольше обычного вялый окунь может проявить себя лишь после пяти семи проводок подберите окраску мормышки на которые рыба таки реагирует в нашем случае это был темно-коричневый цвет и старайтесь максимально разнообразить икру приманки постоянно меняя частоту и амплитуду проводки запоминайте расположение ловистых лунок и время от времени проверяйте их снова ну и самое главное верьте что все у вас получится с вами был федор андрусенко до новых встреч на телеканале трофей и не хвоста не чуши